В Европе устраняют последствия наводнений и готовятся к новым. Только в Германии число погибших 157 человек, в Бельгии больше 30. Многие до сих пор числятся пропавшими без вести, поэтому число жертв, вероятно, не окончательное. Во власти мощных наводнений не только земля Райнланд-Фальс на западе Германии, но и Италия, Австрия, Нидерланды и Бельгия. Жители сразу нескольких стран, пострадавших от мощного наводнения, очищают улицы, дома, прилегающие территории. Власти Германии пообещали оказать незамедлительную помощь для восстановления разрушений. Ангела Меркель заверила, в среду ее кабинет одобрит пакет финансовой помощи как экстренный, что обойдется в сотни миллионов евро, так и более долгосрочный. Подобных наводнений в Германии не наблюдалось почти 60 лет. Основной удар пришелся на западные регионы Германии. По данным немецкого метеорологического агентства, в некоторых районах за сутки выпала двухмесячная норма осадков. «Нет ни электричества, ни питьевой воды. Я не знаю, что сказать. Я должен время от времени останавливаться, чтобы сделать перерыв и поговорить с людьми, иначе я сойду с ума». Следы Германии и Бельгии наводнения в Нидерландах привели к эвакуации тысяч людей. Здесь объявили режим чрезвычайного положения в провинции Лимбург. Уровень воды на реках Маас и Рур уже достигли рекордных уровней. Военным удалось укрепить дамбу близ Мейерсена. Тысячи людей покинули свои затопленные дома. «Мы знаем, что на юге Лимбурга все еще не закончено. Как это ни ужасно? Но знаете, я все равно тронут. Я только что разговаривал с людьми из служб спасения и впечатлен тем, как все работают вместе с друзьями и жителями, и как все поддерживают друг друга». Постоянный проливной дождь вызвал наводнение и в Австрии. В Зальцбурге оказался затопленным один из городов. Спасателям пришлось эвакуировать жителей. В Бельгии особенно пострадали четыре провинции. Премьер-министр Александр Декро объявил 20 июля национальным днем траура. Около 114 тысяч домашних хозяйств остались без электричества, а в некоторых затопленных регионах отключились сети мобильной связи, из-за чего семьи и друзья не могут разыскать своих близких. Оскар Миндебаев, Наталья Раим, Информбюро. Смотрите Информбюро на YouTube. Прямые эфиры, репортажи с места событий, аналитика, журналистские расследования. Все то, что важно и нужно знать. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии и непременно жмите на колокольчик. Информбюро. Когда нужна честная информация. ПОДПИШИСЬ!